Всем привет! Сегодня 16 марта, Московская область, и я рассаживаю корневой сельдерей из общей плошки по отдельным рассадным пакетам. В этом году высевала вот такой сельдерей, это новинка. Первый раз выращиваю такой. Высевала 2 февраля. Выглядит он сейчас вот так. А первые петельки у меня появились 22 февраля. Схожесть примерно 90% не меньше. А где вот нет всходов, я уже рыхлила, и все петельки, которые появлялись уже позже основных вот этих всходов, я просто их уже убирала. Потому что ну такое количество мне в принципе не нужно. И я люблю рыхлить земли, тогда растения лучше растут, поэтому приходилось уже рыхлить. Хотя вот видите, на камеру будет видно, вот петельки, но он до сих пор всходит. Отличная схожесть. Вообще корневой сельдерей капризный при всходах, но если уж взошел, то взошел. Растения уже достигли двух настоящих листов. Есть здесь уже и зачатки третьего настоящего листа, поэтому в этом возрасте я его уже рассаживаю. Я его в прошлом году также выращивала в рассадных пакетах. Отличная вещь. Корни не обрываются. Все прекрасно. Все прекрасно. У меня есть ссылки на это видео, я оставлю их, можно будет зайти и посмотреть, как и высевала, и как уже высаживала в открытый грунт. Сделала я пока 11 пакетов. Наполнила землей своей, приготовленной с осенью. Пролила я накануне фитоспорином. Сделала углубление. Все. Я пока решила, что 11 корней, корнеплодов мне будет достаточно. Но посмотрим. Я оставшиеся в любом случае выбрасывать не буду. Они у меня здесь и останутся в этой плошке. Может быть, кому-нибудь его отдам. Ну и плюс подожду, пока приживутся рассаженные. Если будут уже выпады, то, конечно, отсюда буду досаживать. Ну, как обычно бывает по практике, что сколько в пакеты сажаю, столько они у меня здесь уже идут на высадку, уже в открытый грунт. Сейчас я аккуратно вытащу самые крупные растения. Корневой сельдерей хорошо приживается. Я просто нужно стараться брать с комком земли, и тогда все будет хорошо. Сейчас я покажу корни. Рассада замечательно. Корневой сельдерей я пересаживаю всего лишь один раз. То есть, вот из общей плошки в рассадный пакет, отсюда уже в открытый грунт. Я его не сажаю по 3-4 раза. Вот как-то я уже заметила, что когда корневой сельдерей совсем взрослое растение, он приживается сложнее. Поэтому он как и лук на рассаду, который я выращиваю, самый первый уезжает в теплицу. Он тоже холодостойкий. В теплице прекрасно будет расти до высадки. Просто в теплице его нужно притенять, чтобы листики не обгорели. Потому что на солнце листья обгорают моментально у сельдерей. Отделила я 11 корней. Попыталась сделать это очень аккуратно с комом земли. Беру растение, делаю углубление, аккуратно помещаю растение. Я сильно не заглубляю, но и знаете, так, чтобы он не болтался. И возле стебелька обязательно я приминаю землю. Чуть ниже семидоли я его заглубляю. Дальше, следующее берем. Опускаем. Все нужно делать аккуратненько. Сверху я поливать не буду, так как у меня земля пролита. И сейчас самый опасный момент после пересадки, чтобы растение не залить, чтобы не образовалась черная ножка. Сельдерей растение очень нежное. Поэтому корни, чтобы не загинались. Если корни большие, то отверстие просто углубление побольше и все. И по-моему, я еще не сказала за рассадные пакеты. Они у меня пол-литровые, подписанные обязательно. И я их подвернула. То есть видите, подворот не в половину, а вот поменьше видно это все. Вот сельдерей из тех культур. Вообще под многие культуры можно подсыпать землю для нарастания корней дополнительных. Но вот корневой сельдерей к этим культурам не относится. Потому что под него землю не насыпешь, не подсыпешь. Потому что здесь вот лишнее нарастание корней, это для этой культуры плохо. Потому что мы же не корни хотим получить, а корнеплод и лишние вот эти мочковатые корни здесь вообще не нужны. Поэтому вот как я сейчас его посадила, так он у меня и будет сидеть до самой высадки, без подсыпания земли. Этой земли ему будет достаточно. И даже при высадке, вообще его не рекомендуется заглублять, какой бы он у вас там не был. Потому что будут нарастать вот эти лохматые корни. И потом по факту есть нечего будет. Вообще корневой сельдерей я заметила мало кто выращивает. Все как-то в основном для листвы. Потому что я почему так решила, потому что я же сею всегда много. Знаете, вот остаток большой получился, правильно? И очень трудно кому-то его раздать. Мало кто его берет. Бесплатно берите, не хочу. Не хотят. Потому что считают, что с ним больше заморочки какой-то. Поэтому, честно говоря, хоть выкидывая его, никто не берет рассаду. Уже готовую рассаду. Сельдерей я рассадила уже. Все это происходит очень быстро. И хочу поближе показать, как я заглубила сельдерей. Вот семидольные листья. У этого растения уже три настоящих листа. Таким образом. Еще чем хороши эти пакеты, что у них дренажные отверстия находятся очень близко ко дну. Их четыре штуки. И если вы боитесь сверху поливать, поливайте просто в поддон. И земля очень хорошо через эти отверстия натягивает воду. Это получается замечательно. Так, и я, конечно, подписываю этот скотч. Очень хорошо и не смываемый фломастер, маркер. Даже если видите, он намокает. И все у вас здесь в грязи. Все это протираете тряпочкой. И вы запись никогда свою не потеряете. Это я к тому, что надо покупать качественный вот этот скотч. Бумажный у меня он как-то так называется. Вот и все. Значит, что теперь я сделаю? Я не буду сейчас выставлять на окно. Даже при условии, что у нас нет солнца. У нас вообще пасмурные дни. Идут все опять снега у нас. В общем, холодно до минус десяти. Поэтому в любом случае не буду сейчас выставлять. Они у меня... Эта рассада, это постоит на столе до вечера. И уже потом я высыплю под лампы. Выращиваю сейчас всю рассаду под лампами. Потому что без ламп никак не обойтись. Нет, вот уже середина марта, нет солнечных дней. Поэтому все будет вытягиваться. Вот лампа, конечно, спасает. И то, все равно рассада тянется. И ламп даже не хватает. А эта рассада я оставлю. Она также будет расти в этой плошке. Может быть, кто-то захочет. Конечно, я поделюсь с удовольствием. И знакомых своих. Так, и через день, буквально на завтрашний день, я пролью рассаду гуматом калия. Я разбавлюсь, делаю такой чуть темненький, ну, как в чай раствор. И пролью уже рассаду сельдерея. Очень хорошо приживается вот при поливе гуматом калия. Я его уже использую второй год. И мне это очень нравится. Ну, а у меня на этом все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok